Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой дисплей канал и наконец-таки вышел ремастер Age of Mythology с подзаголовком Retold. Я его ждал по одной простой причине. Я в своё время в Age of Mythology, ну, немножко так поиграл и, возможно, даже сейчас найду где-то у себя в коробках диск, который, скорее всего, был пиратским и, возможно, сейчас вы даже видите фотографии этого диска. И, как вы поняли, я с этой игрой знаком. Единственное но, я в своё время в Age of Mythology поиграл, ну, очень и очень мало. Хоть у меня и был диск, и хоть я в неё играл, но это, ну, совсем было мало по сравнению с другими стратежками тех лет, типа первого Dawn of War, типа Company of Heroes и так далее. Так что, можно сказать, что в Age of Mythology я толком и не играл. И для меня эта Retold-версия будет отличным таким путеводным камнем, чтобы меня с ней, наконец-таки, нормально познакомить. Так что, давайте отправимся в компанию, посмотрим, что же тут такого интересного в Retold-е сделали, да, и постараемся отдать себе ответ на вопрос, стоит ли Retold своих денег или нет. Итак, падение трезубца. Следуйте по стопам Аркантаса, героя Атлантиды, и узнайте его историю. Тут ещё есть история Брока и Эйтри и новая Атлантида. Давайте начнём с первой кампании, да? Беспокойный сон. Сложность повышенная. Подходит. Ну, а пока игра будет загружаться, хочу напомнить, что благодаря вот этим людям, которых вы видите на своём экране, я имею возможность дальше делать для вас такие классные видео. Так что, и вы можете поддержать меня на Boosty по ссылочке в описании. Переходите и выбирайте интересующий уровень поддержки. Спасибо. Ничего себе. Сразу видно, что игра старая, да? Такие анимации, хоть и немножко лучше выглядят, но всё ещё. Так он был похож на Терриса, а уже много воды утикло с тех пор, как ты отправил его в преисподнюю Аркантас. Ты их видишь? Да, старых врагов. До сих пор вижу их лица. Ты взял верх в бесчисленных битвах во имя Атлантиды и сразился с противниками, которых боялись храбрейшие мужи. Это было давно. Сегодня враги Атлантиды живут только в моих воспоминаниях. Нынче приходится иметь дело лишь с другими врагами. Ты правда так думаешь, Атлант? У Атлантиды остались ещё враги, и сражаться с ними вновь предстоит тебе. Любой, кто осмелится угрожать моему дому или моей семье, очень скоро останется жить лишь в моей памяти. Эти враги не похожи на других Аркантас. Не дай им застегнуть тебя врасплох. Идут тяжёлые времена, и тебя ждёт немало сражений. Аркантас, проснись, ты обосрался. Слушай, ну-ка, сцены прикольно выглядят. Немножко графин подтянули. Он, конечно, всё ещё ощущается так, ну, по-старому, что ли, да, как будто играешь в старую игру. Ну, смотрите, какая вода красивая, да? Вообще, графика очень красиво выглядит. Так, вот мы в игре, кстати, слушай, у них и Россия тащу за гигантский кальмар. Он ест вас. Аркантас герой. Он эффективен против мифических созданий. Например, кракенов. Свали отсюда, креветка-переросток. Это наша база, это наш флот. Это пристань наша. Ну, вроде валит он их. Так, так держать, враг отступил, и мы должны готовы быть к новым нападениям. Отлично. О, на греческом разговариваю. Я ещё, кстати, ребят, немножко за греческий язык шарю. Так. Можно обучать новых лучников. Давай сделаем четыре лучника. У нас ресурсов какое-то количество имеется. Вот ещё лучники есть. Парни, давайте в кучу все. Так, золото у нас, ребята, добывают. Дерево тоже. И еду добывают. Нормально, база уже готовая. Арсенал. Но улучшений пока нет. Есть ещё воины. Гоплиты, да? Давай, штуки четыре сделаем. А то у нас тут какие-то токсоты, и всё. Это, по сути, лучники. Они идут. Чёрные паруса. Гребанные пираты. У нас вот-вот нападут. Это не они на меня нападают. Это я сейчас буду на них нападать. О, махи-махи. Мать природа. Слушай, тут реально какие-то копейщики, да? Пиратское судно. Но они вижу, как я не самые умные, да? Нападают на большой укреплённый город с маленькими такими частями. Так, пираты пожалеют, что судались к нам. Вот именно. Ещё как пожалеют. Так, эпоху у нас вторая. Это я уже сделал, женщина. А, и тут тоже можно, да? Давай тут сделаем, типа... Типа на этот участок нашей базы тоже могут напасть. Давай, наверное, прокачку дадим им. Средние войны дальнего боя. Да, давай откроем их. Этимос. Эсто. Малисто. Блин, как прикольно мне слышать греческую речь, потому что я шарю за неё. Ну, я реально знаю греческий язык. Типа, Малисто это как... Ну, переводится как «да». Типа, согласен. Или «хорошо». Этимос. Это «готов». Ну и так далее. Так, они идут, парни. Ох, ё-моё, опять кальмары перероски. Атакуем. Как тут есть? Атака в движении должна быть. Атака в движении. Пробел. Поехали. Атакуем, парни. Кстати, вот «простагман», слово, которое стало мемным в Age of Mythology, оно вроде как переводится, типа, как «готов». Или там «жду указаний», типа того. Я, короче говоря, вам ещё сейчас такая, знаете, водный курс в греческий язык сделаю. Используйте божественные силы восстановления. О, да, давай. Это мы любим. Так, в КД ушло. Петроболы. Петроболы, это если что... Как это, блин, перевести? Петро, это типа как камень. Ну, или типа того. То есть Петроболы, это как бы метатели камня, или типа того. Так, ребят, погнали. Атака в движении. Так, как-то вот нам выбрать войска отдельно. Да-да-да. Так, как герой. Ты что-то умеешь делать? Священные тлани, божественная невызвимость. Против этого существа нельзя применить божественные силы. Прикольно. Ребята, дефаем нашу базу. Уроды нападают у нас какие-то жалкие пираты. Так, это еще не конец. Понял, ждем. Если не конец, значит, мы скоро сделаем конец этих чертов пиратов. Так, в арсенале можно делать грейды. Классно. Слушай, пирамисия такая, ну, я ее вообще не помню, если честно. Ну, она клевая, обучающая. Медное оружие, давай. Ну, и медные доспехи тоже, и щиты можно. Че, мы своим людям ничего не дадим? О, маяк. Красота. Дерево, камушек. Красиво тут у нас. Прямо как в Греции. Так, есть ягодные кустики. Еще нападают. Пусть нападают. Так, парни, давайте сюда. Ща, мы им тут дадим прикурить. Погнали. О, слышишь, там какие-то это, анубиты нападают. Волки позорные. Волчары нападают. Он режет наших парней. А, нормально. Справились. Давай еще залп. Отлично. Жили пираты и правда надеялись окрушить Атланта. О чем они думали? Так глупые они какие-то, если честно. Мне кажется, тут надо было кальбаров штук 50, брат. Тогда, может быть, они что-то сделали. Обезьянка. Источник пищи. Жди, обезьянка. Скоро я приду за тобой и сожжу твою печень. Так, Кастер у нас тут еще есть. И Теократ. Еще один Кракен. Молитесь, чтобы он оказался последним. Да я бы сказал, молитесь, чтобы еще было штук 10. Потому что как-то скучно. Так, прокачку можно дать. Давай сюда. И сюда еще. Мочите этого Кракена. Так, парни, заходим. Атакуем. Скорпионы. Подожди-то, это люди-скорпионы. Опасные ребята, наверное. Вроде мы справляемся. Но сам герой вообще живой. Где он там? Да, живой, нормально. Как-то не хотелось бы, знаешь, типа, в первой же миссии потерять героя. Вообще не хотелось бы. Боевой клич. Арика. Настоящий грек Эленис. Армия Атлантиды уже в пути. Надеюсь, она будет состоять из рыболюдей. Иначе я буду считать, что это не армия Атлантиды. Так. Слушай, нашу армию почти уничтожили. Давай еще сделаем. Солдатиков. А, все. Достаточно золота, сэр. Золото вроде копаем, кстати. Хранили еще, вот люди есть. На рутниках работают. Так, что делаем дальше? Создать дополнительные юниты. Я понял. Еще нападение. Мамма миа, ты глянь, сколько их там. Я, если честно, даже не против. Драчка будет знатная. Вот вы, кстати, не хотите помочь. А так тут войск нет. Ну, героев могли бы отправить. Прошусь, а? На секундочку. Так, погнали, работаем. Ребята, работаем. Вот, понеслась вообще по трубам. Давай. Ты глянь, сколько их там, да? Нормально. Аркантас, там армия прибыла наша. О, средний кипостистый. Поехали. Бой. Какие-то крутые ребята пришли, походу. Да. А, сейчас они разрулят вопрос. Молния, штурмолнии. Давай сюда его тоже. И хилочку можно закинуть. Или не можем? Походу, не можем. А, не хватает, походу, да? 25. Не, нельзя. О, кентавров дали. Клево. Так, слушай, тут лодка высадилась возле Ставту и Посейдона. Странная она какая-то. Так, пираты бегут, поджав хвосты. Атланты оказались им не по зубам. О, да. Чёртовы вонючие пираты. На что они вообще надеялись? Я же говорю, надо было сразу 10 моллюсков отправлять на нас. Тогда, может быть, были бы шансы. Был бы классный, если бы статуя показывала среди палецов. Типа, валите отсюда. Посолственные пираты. И вновь вести о Посейдоне Аркантес. Его слуги помогают пиратам. Отец, они украли трезубец. Что? Да, это произошло, когда все были заняты битвой. Да дерьмо. Ругается на греческом. Всё ясно, как белый день, Аркантес. Посейдон отвернулся от нас. Надо действовать. Я отправлюсь в Трою, и заодно вернут трезубец. Зев. Грузите припасы на борт и собирайте людей. Мы отправляемся в дальнее плавание. А можно мне с тобой? Не, я хочу, чтобы ты остался здесь и ковырялся в носу, на случай, если вернутся пираты. Не парься, скоро я буду дома. Он так улыбается. Типа такой, я классный герой. Я Атлант. Видели, наверное, на его иконке? Ну, на картинке, на фотографии. Типа, ля, как он улыбается. Вообще клёво. Чувствуй себя мега-крутым нартотипом. Возможно, нам удалось задобрить Посейдона. Чёрная паруса по левому борту, сэр. И он приведёт нас к Камосу. Лучшникам, готовьтесь к повороту. Мы там с ним за Посейдона и Атлантиду. Отлично, теперь мы наконец-то поиграем по-настоящему. Так, а это у нас поселенцы, да? Чтобы победить Камоса, вам нужно построить лагерь и накопить силы. Понятно. Да-да-да. Это мы знаем. Так, разведчик побежал сам. Так, давай обучать. Нам надо много. Работяк, очень много. Нам надо и на золото работяк отправить. И не только на золото. Так, это что такое? Три ремы. Кстати, неплохо. Три ремки уже есть. Так, работяги. Выходите, выходите, быстрее, парни. Нам очень надо много работяг. Ву-фу-фу. Сейчас свинок зарежем. Иди сюда, хрюндель. Больно не будет. Мы сегодня срежем с тебя сало. Так, тут, слушай, живот их прям до хера. Это классно. О, еще как кабанчики. Ай, подожди. Надо было бы кабанчикам дать время отожраться. Да-да-да. Они же как овечки. Ну ладно. Так, увеличивайте население. Давай дерево возьмем. Нам дерево тоже надо. Курочки. А петушки есть или только курочки? Похоже, только курочки. Так, ну еды у нас тут, в принципе, достаточно. Хватает. Сейчас еще свиньи отъедятся. Буду вообще клюва. Так, скоро вы достигнете лимита населения. Да, я знаю. Давай строим домики. Домики нам очень даже нужны. Слушай, ну, в принципе, кайфовая игра выглядит. Типа, я бы сказал, что это, ну, прям реально ремейк какой-то. Они там отъедаются. Должны отъедаться. Че стал? Авторазведка не работает, что ли? А, тебя атакуют. Прости, пожалуйста, разведчик. Я даже не заметил. Побегает это сам. Вот золото еще. Вот кабанчики еще есть, да? В принципе, блин, не за игра ощущается клево. Вот не за, как вам? Напишите в комментах. Как по мне, довольно клевая игра. Типа, ну, она и оригинальная была, Age of Mythology, вполне себе клевая. Но и... Этот ремейк фанатский тоже клево играется и выглядит. Так, давай сюда куда-нибудь. Тут можно же тоже на разведку сгонять. Вполне можно. Так, слушай. Транспортные кораблики. Еще три рема есть. Давай сюда. Так, давай на металл тоже. Курочек тут режут. Беда, куропатки. Ну, что вы хотели? Нам нужна еда. Так, подожди. Вот это вот, давай, без этого. Сейчас мы тут у тебя прикроем. У нас тут есть... Черт подери, герои, мифическое создание. Вот он разберется. С прачниками. Он же мощный, типа. Ну, герой. Так, а надо будет сюда, значит, сгонять башню-то убить. Она тут мешает. Она, типа, контролит здесь окружение. Ну, вряд ли такая пачка героев, ну, юнитов вообще что-то сделает. Очень вряд ли. Надо побольше солдат будет сделать. А, ну, можем делать? Амбар. Да, давай вот это. Постройте храм, давай. Просто, как бы, просто, как бы, все правильно. Все правильно ты говоришь. Так, атакуют там корабли какие-то. Ну, тут, типа, есть развилка, кстати. Свинка есть, свинку мы забираем. Свинка в семью идет. Сейчас свинки отъедятся и будут много еды давать. Ну, в принципе, да, тут просто такая закругленная локация небольшая. Закольцованная. Ладно, погнали, будем сейчас пытаться вышку душить. Опа, что это за шатер? Не понял. А что это вы тут строите у меня подносов, а? Не стыдно вам? Опа. Приманки можно делать. Даун-центр выберите. Ага, да, вторая эпоха. Давай на Ореса пойдем. Все-таки как-то нам надо боевые моменты. Так, а тут уже драка пошла. Не-не-не, ребята, нам нужно больше войск. Так, приоритет поселенца. Ё-моё. Серьезно? Даже такая штука есть. Вообще не помню, была ли она в оригинале или нет. Если была, то прикольно. А если нет, то не прикольно. Так, ребята, вот вы давайте там помолимся. Нам надо больше молитв. Можно, кстати, Пегаса заделать. Катаскопы представляют своих быстрых и эффективных разведчиков. Это Пегасы? Нет, Пегас нам не нужно сейчас. Так, у нас есть с вами Тесея можно сделать. Прикольно. Аталанту? Да, Тесея сделаем. Слушай, что бы и нет. Так, ребята, и нам надо все-таки... Все-таки нам надо, наверное, какие-то боевые места. Во! Давай, военакадемию. Слушай, циклопа дали. Ва! Ля, какая большая хренатень, да? Мощно. Можно их делать? Да, нужна еда. А чё с едой, ребят, проблемы какие-то у нас, я не понял. Погнали на еду. Чего все на дерево кинулись? Еда надо. Надо больше еды. Курочки вон там еще все. Непокормленные. А вон тут сейчас свинки подрастут, будет вообще клево. Работаем, работаем. Да, еще пару работяг. Сейчас мы тут еще заделаем пару ребят военных. Меч ужаса Деймоса. Клево. Так, герои дали. Иди сюда, Тесея. Так, стройте. Чё стрельбище надо сделать? Так, давай сделаем стрельбище еще, да. Согласен. Так, ну найду я, вроде как, более чем надо, народу подкинул. Да, на дереве тоже есть. На металле тоже народ есть. Хорошо. И давай еще сделаем Аталанту, наверное. Пусть будет. Будем чисто героями делать нашу грязную работу. Ну, слушай, еда подъехала, нормально. Два десяток солдатиков, а там разберемся. Сейчас сделаем, наверное, домик. Вот, другое дело. Средний гоплит. Интересно, почему он средний? Потому что, видимо, такой себе, да? Сам по себе не очень хороший тип. Так, доки построить еще надо. Как много всего надо построить. Жесть. Так, доки, да? Докин, давай сделаем. Пусть будут. Так, у нас лимит, в принципе, еще есть небольшой. Давай, наверное, еще землям домик один. Чисто на будущее. И надо бы мне, наверное, еще... Все-таки, да, я думаю, защитные сооружения пригодятся. Дозорную башню давай бахнем здесь. А то их... Кто его знает? Вдох сейчас как возьмут, нападут у нас. Непонятно откуда. Дерево мало. Давай на дерево. У нас мало народа на дереве. Вообще никого нет, если быть точным. Так, хорошо. Ребята, на дерево. Так, и тут мы можем делать тоже улучшение. Закрытая палуба. Клево. Транспортные корабли. Джаггернауты. Вау. Осадные корабли. Три ремы. Я, наверное, с сухопутными войсками все-таки пойду. Как-то, знаете, вот эти вот морские юниты не совсем мое. Давай циклопа еще одного заделаем. А еще лучше двух. Все ждали, что три циклопа лучше, чем два. Так, у нас лимит. Вот это проблема. Строим домики дальше. И давай, наверное, еще один потом сделаем. Сразу. О, слышь, там дали гиппокамуса. А он типа только по воде, да? Он типа разведчик. Ну пусть разведывает. Так, а нам, мы же можем чуйки с рыбой тоже как-то, да? Рыболовные нам нужны. Вот, рыбацкое судно. Давай сделаем. У нас тут куча рыбы. Мы ее можем добывать. Ну, не только можем, мы ее будем добывать. Так, домики готовы. Свинки там отъедаются. Давай, отъедайтесь, парни. Вкусная будет свинина. Так, вот, это хорошая партия вышли. Мы, кстати, можем покормить, да? Животного и призывающего кур. Ну, давай здесь поставим. Ля, какие курицы повылазили. Так, а вот этого не надо. Наших лошадок трогать, это плохая идея. Очень плохая идея. Так, все кинули, да? Слушай, тут рыбы дохера просто. Ты глянь, сколько еды можно нафармить. Прям дохера. Блин, а быстрый такой, да, гиппокамус? Ну, и на море тоже подержимся немножко, чё бы и нет. Так, воля Кроноса. Циклопы старейшины. Более крутые циклопы. Я не против. Каменщики. Прочность построек. Давай сделаем побольше. И надо построить, наверное, на может быть рыночек. Не, давай кузницу сначала. Рынок, наверное, нет, а вот кузница пригодится. Кузница нам пригодится для одного простого дела. Улучшение. Так, и, кстати, погнали это. Дозорную вышку снесем. Слишком долго она нам глаза мозолила. Потому что они идут, и даже под ними там земля сотрагается. Не, ну в плане вот визуала и музыки игра, ну прям классно сделано. Прям без шуток, прям реально классно. То есть это всё та же, по сути, игра. Только более красивая. А так, по сути, это та же Age of Mythology. В которой, как я сказал, я очень мало поиграл, чтобы знать что-то про неё. Прям таком, прям, ну... Прям хорошо в ней разбираться, да? Так, улучшение. Дерево нет. А как так вышло, что у нас совсем нет дерева? Давай ещё пару работяг. Надо больше дерева, сэр. Так, нормально. Минус вышка. Тут ещё, кстати, мы можем экспансию сделать и сюда. Так, на дерево. Ты идёшь на дерево. У нас слишком мало почему-то дерева. Прям нуря... А, подожди, не дерево, у нас золота мало. Когда на золото довойди? Какие проблемы? Пойдём на золото. Чего не хватает, туда и пойдём. Так, давай это улучшим. Солдатиков... Ага, у нас не хватает веры. Ну, вроде, два типа молятся. Так, копьё паники можем сделать. И меч ужаса Деймоса. Это гипосписты. У нас только гоплиты. Давай тогда копьё паники. Будут паниковать. И наши гоплиты будут паниковать. И противник будет паниковать. Будут себе бегать такие... А-а-а-а! Чё происходит? Миссия под названием Не паникуем, а кричим, как придурки. Так, свинки скоро поспеют. Классно. И рыба пошла, да? Она типа бесконечная или чё? Она же должна быть конечной. Сто из ста. Странно. Вроде должна быть конечная еда. Так, соберите армию и уничтожьте городской совет пиратов. Да я как бы с радостью. Надо, наверное, немножко нафармить... Ресурсов. Что это? А, понял. Типа команды, там, контрол-1 и так далее можно делать, да? Да-да-да-да-да-да. А то я думаю, что за пульсик какой-то странненький. Очень странно выглядит это. Так, ну что, в принципе, у нас тут всё готово. Герои имеются. Прокачка идёт. Лимит вроде как небольшой есть. Можно ещё один домик бахнуть. Пусть будет. Можно чуму накинуть. А давай. Войнат. Замедляет обучение существ. Ну, кстати, можно и нападать тогда. Раз уж мы так чуму подкинули. Погнали. Вылетим на противника. В принципе, у них тут поселение небольшое. Думаю, быстренько мы его снесём. Эту стоят, ждут на сверху. Да-да, будем мы сверху нападать. На прямую понеслась. Так, бросок. А, это идти. Они могут брать людей и бросать. Да-да-да. Это я в оригинале тоже, кстати, было. Это было в оригинале. Так, пиратское судно. Рыбацкая то херня полная. Так, понеслась. Давайте им казармы снесём. Ничего вы не сможете делать. Так, меч уже сады и масса. Давай тоже заделаем. Нет золота. Офигеть, как так вышло-то, а? Точно золото? Да, 40 надо золото. Офигеть, дорогие все. Чё-то как-то золото прям... Дефицитная штука у нас. Прям очень дефицитная. Ты смотри на это. Вроде как, ребята, наши золото таскают, но чё-то как-то неохотно. Так, парни. Герой там чё-то бегает. Пусть бегают, всё нормально. Отлично. Слушай, и разрушаемость клёвая. Ну, прям визуально офигенно выглядит. Не, в целом мне нравится этот ремастер, ремейк. Называйте как хотите, очень нравится. Как-нибудь думаю, в него поиграю. Камос убегает из городского центра, за ним. Скотина, вернись. Вернись, сволочь. Ну, блин, всё-таки игра ещё ощущается, что это старая Age of Mythology. Ну, вот прям реально. Играешь и чувствуешь, что это старая игра. Но у неё просто графика улучшенная. Это не конец, Аркантас. Однажды удача отвернётся от тебя, и когда-то точно пощаду не жди. Твоя голова будет красоваться на маще моего короля Атлант. Корабля. Блин, он взял, просто спрыгнул. А, ну ладно. Кто-то из отперсовов Посейдона желает нам поражения. Грузите трезубец на корабль, мы сейчас же отправим его в Атлантиду. Класс. Не знаю, мне нравится. Прям очень нравится. Знаете, ну вот, я как сказал, но ещё раз повторюсь, это, по сути, старая игра. Прям реально, она играется и ощущается, как старая игра. Но, в новой красивой обёртке. Я даже не знаю, стоит ли назвать её ремейком или ремастером. Типа, напишите в комментариях, что это, по вашему счёту. Ремейк, где вот прям реально переделали игру, и она стала прям, ну, немножко другой. Или всё-таки это ремастер, где графин подтянули, и, по сути, это та же игра осталась. Не знаю, напишите ваше мнение в комментариях. Ну, а так, в целом, ну, клёвая игра. Прям реально клёвая. И сражения есть, и сетевая игра есть, и прочее. И типа, DLC какие-то будут выходить для неё. И, ну, как бы, всё тут есть офигенно. То есть, это, по сути, та же игра. Очень крутая. И модификации, кстати, видите, могут тоже быть в игре. Круто. Не знаю, жду ваше мнение в комментариях. Мне очень пока что нравится. Не знаю, буду ли я понять, что-то ещё записывать на канале или нет. Напишите в комментах, как вам игра. И стоит ли что-то по ней ещё позаписывать. Может быть, стоит когда-то прохождение записать на канале, да? Короче, жду вашего мнения, как обычно, в комментах. А на этом всё. У микрофона был мистер Чейзер. Увидимся с вами в будущих видосах на нашем канале. Если вы впервые подписываетесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Чекайте нашу группу ВКонтакте, Дискорд канал и заходите на стримы на Твиче. Всем удачи и всем пока.